Брест и Брестский район сегодня входят в то небольшое количество территориальных единиц, где широко представлены садовые товарищества. То, что находится в непосредственной близости от областного центра и вовсе. Место постоянного проживания тех, кто предпочел городской суете, уют на природе. Садовое товарищество «Сувенир-90» примыкает к деревне Ямна. Кто-то здесь живет постоянно, а кто-то появляется лишь к сезону. Но многие соседи друг друга знают, поэтому по-соседски бдят происходящее на участках. Садоводческое товарищество существует на протяжении 31 года. Пошел 32-й год. Садоводческое товарищество компактное. Относительно у нас 98 участков, 98 владельцев участков. Для того, чтобы напомнить жителям садовых товариществ о безопасности при разведении костров, а также о мерах сохранности личного имущества, в садовое товарищество с профилактическим мероприятием приехали представители правоохранительных органов МЧС. Каждому участнику акции они уделили время, ответив на актуальные вопросы. Для этого есть свои основания. Цифры статистики, которые показывают, что проблемы в садовых товариществах и в целом в сельском местности все же возникают. Сохранность имущества – это острый вопрос в нынешнее время, потому что участились кражи садовых товариществ. В основном это граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, то есть злопотребляют спиртным. На дачах чем можно поживиться? Приходят, можно металл собрать, влезть в строящийся дом, тот же самый электроинструмент, тем самым они его перепродают, ну и естественно меняют на спиртное. Хочу обратить внимание граждан, что незаконное выжигание скоростительности влечет за собой ответственность в порядке статьи 16.40 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений и предусматривает наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин. При распространении огня на жилые здания, сооружения, постройки, при нанесении ущерба гражданам, дополнительно может быть предусмотрена административная ответственность и уголовная ответственность. Местные жители признаются, что ситуация в последние десятилетия в садовом товариществе стала более стабильной и спокойной. Раньше многие даже обувь не оставляли у входа. Теперь же все намного проще. Люди и сами помогают друг другу, в том числе и в безопасной утилизации отходов. Да, территории садовых товариществ, как правило, имеют ограждение и один заезд. По необходимости коллективным решениям люди могут договориться об установке поста охраны и системы видеонаблюдения. Это, конечно, в идеале, но к такому формату обслуживания обращаются не все, по разным причинам. Однако это не повод, чтобы оставлять снятыми ворота, открытыми калитки, оставленными без присмотра строительные материалы. Все это делает ситуацию с кражей имущества еще более реальной. Самим гражданам необходимо позаботиться о сохранности своих вещей. То есть, самое главное, это, конечно же, запирать полностью свои дома, окна и максимально их укреплять. Необходимо повесить замки, которые будут вне доступа людям, которые посягают на чужое имущество. Кроме этого, если вы храните на даче какие-то ценные вещи, необходимо их либо забирать домой, либо отдавать соседям, которые на постоянной основе проживают непосредственно на участках. Подобные мероприятия будут проводиться и дальше. Их цель – разъяснить, почему так важно заботиться о своем имуществе, а также рационально подходить к обеспечению его сохранности. Продолжение следует...